Во что могут перерасти акции в поддержку Игоря Гиркина, Стрелкова? И насколько у этого движения есть шанс перерасти в что-то большее? Об этом и не только. Мы поговорим с нашей гостьей. К нашему эфиру присоединяется политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпар» Ольга Курносова. Здравствуйте. Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем не с акции протеста, скорее всего, о них чуть позже. Давайте об этом приговоре. Вам не кажется, что приговор несколько нежен, как для этого преступника? Почему всего 4 года? Ведь Путин явно планирует оставаться у власти до пожизненно. И зачем рисковать и через 4 года иметь потенциального протестного лидера, у которого еще и будет отсидка по политическим мотивам? Героем может стать даже. Почему нет? Ну, во-первых, никто не сказал, что эти 4 года – это окончательная история. Если понадобится его еще продлить, всегда можно дополнительное уголовное дело возбудить. В России это просто на раз-два происходит. Сейчас главная задача другая. Сейчас главная задача, чтобы он заткнулся на время так называемой предвыборной кампании Владимира Путина. Или, соответственно, нужно, чтобы он молчал. И при этом не слишком раздразнить вот этих самых рассерженных патриотов, которые поддерживают Гиркина. Поэтому срок серьезный – 4 года. В любом случае он говорить не сможет. Но при этом все-таки не 27, как Дарья Дарья и Треповой. Как вы считаете, может ли стать Стрелков Гиркин, скажем так, новым Пригожиным? То есть 4 года, даже если он их отсидит, он же выйдет и может вернуться на фронт, может собрать вокруг себя вот этих вот кричащих сегодня свободу ему, а завтра это будут уже его новые бойцы, может быть, даже политическая сила? Не может, потому что, во-первых, я напоминаю, он пытался пойти на фронт, его туда не пустили. Он туда даже приехал, где-то там болтался рядышком, но принять участие в войне ему так и не дали, наверное, в том числе потому, чтобы он не смог каких-то уже реальных сторонников вооруженных своих вокруг себя сплотить. Поэтому какое-то время ему давали возможность говорить что-то у себя в Телеграм-канале и в Ютьюбе. Но началась предвыборная кампания и эти голоса стали уже мешать Путину, потому что, собственно, Путин хочет, чтобы все те сторонники, будь то сторонники Пригожина, будь то сторонники Гиркина, пришли голосовать за него. А значит, Пригожин ликвидирован, а Гиркин сидит, чтобы он не мог сказать, нет, что называется, я это я, Путин это Путин. Я напоминаю, он даже пытался выдвинуться в президенты, но это ему тоже не дали сделать. Ну вот вы говорите о ликвидации, да? Ведь мы видим, как Российская Федерация ликвидирует того же Пригожина, как взрывается что-то в руках у тех, кто приезжает с ДНР со своими пропагандистскими заявлениями и молится на Кремль, но их взрывают, а Гиркина нет. Почему его не ликвидировали? Как вы считаете? Зачем он нужен Кремлю? Ну, просто, что называется, пока они посчитали такой способ более действенный. Да, ну сидит себе и сидит. По большому счету, я еще раз говорю, да, сейчас ему дали 4 года, но это не означает, что если Кремль сочтет, что им не нужно выходить из тюрьмы, и что он оттуда и не выйдет, да, потому что возможности открывать новые и новые уголовные дела уже настолько стало привычным в работе силовых структур Российской Федерации, что это не вызывает уже никакого удивления. Как вы думаете, он будет тихо сидеть, боясь новых дел, о которых вы говорите, или может вести какую-то там деятельность по подрыву авторитета того же Путина, например? Ну, пока мы не видим, что он, вот сейчас даже, он сидит уже тихо. Да, если Навальный достаточно активно ведет свои соцсети, то от Стрелкова мы ничего не слышим. Мы ничего не слышим, по большому счету, ни от его жены, ни от его адвокатов, но немножко, как говорят, его сторонники. Но каких-то жестких заявлений, призывов, к примеру, выйти на улицу, мы от них не слышим ни от кого. Вы упомянули Пригожина, и вот хотелось вспомнить недавнее заявление Кирилла Буданова о том, что у нашего ГУР нет точных данных, ни о том, что он жив, ни о том, что он не жив. Это если вот точно процитировать. В Москве пропагандисты сразу всполошились, выдали на гора версию о том, что двойника Пригожина хочет использовать украинская разведка для нового похода на Москву. Но здесь вопрос в другом. Как вы считаете, почему за более чем уже полгода, да, после предполагаемой смерти Пригожина, не было предъявлено ни одного доказательства его смерти? Ну, потому что Кремль считает, что это необязательно. Что называется, похоронили и похоронили. Видимо, они опасались все-таки, если мы вспомним, с какой практически тайной похороны были у Пригожина, они опасались, видимо, что его сторонники устроят во время его похорон какое-то достаточно заметное действие. Но этого не случилось. И, по большому счету, то, что происходит сейчас в Башкортостане, гораздо жестче и гораздо ярче того, что происходило после ликвидации Пригожина. Оказалось, что его вагнеровцы вовсе не настолько ему преданы, как, видимо, он сам про это думал. И пока Пригожин был жив, что-то существовало, а как только его ликвидировали, оказалось, что там ничего и не было. Ну, что ж, собственно, лишнее доказательство тому, что иногда задумки Кремля получаются. Ну, нужно отметить, что и напряжение в обществе растет. Мы видим Башкирия, Якутия, вот раньше еще Дагестан. Есть народное волнение. Причины разные, конечно же, но есть само движение. Как вы считаете, это отдельные очаги? Либо же это может быть уже звенья одной цепи, и она только начинает разрастаться? Ну, знаете, когда торфяной пожар, да, могут быть разные очаги, но потом эти очаги собираются все вместе, и просто земля проваливается под ногами, и, собственно, все оказывается в огне. Просто у торфяного пожара такая характерная особенность, да, его не видно. То есть он там под землей уже разгорелся, а мы сверху его практически не видим. И, мне кажется, сегодняшние события, которые происходят в России, напоминают такой торфяной пожар. На самом деле в Ашкортостане просто происходят страшные события, да, то есть одного активиста уже убили, второй активист находится в тяжелом состоянии в больнице с переломом копчика. Больше 30 уголовных дел возбуждено по факту массовых беспорядков, больше 100 человек арестовано, да, поэтому не случайно, собственно, как и ОМОН для разгона манифестации привозили из Магнитогорска, также и Фаиля Алсынова увезли в Магнитогорск, чтобы не было каких-то протестов около тюрьмы. Поэтому, да, сейчас ситуация вроде бы немного притихла, но вопрос, насколько башкирский народ готов терпеть вот такие издевательства, пока остается открытым. Ну, а вы бы рискнули сделать прогноз, чем-то может все это закончиться? Ведь эта смерть, о которой вы упомянули, это ведь не просто смерть, человека запытали и об этом знают в регионе. Абсолютно, человека запытали, пытаются выдать эту смерть за отравление суррогатным алкоголем, хотя все знают, что он вообще не пил, да, то есть он был правоверным мусульманином, и он не пил в принципе, поэтому для всех очевидно, что это убийство, и, конечно, это тоже поднимает протестное настроение. А вопрос, насколько башкирский народ готов к более жестким протестам, но пока этот вопрос остается открытым. Кстати, еще один активист, эмигрирующий Габасов, задержали его брата и прямо сказали, что ты будешь сидеть за брата. Если брат вернется, мы тебя отпустим, если брат не вернется, ты будешь сидеть. То есть вот прямая практика заложников, прямая практика заложников. До этого с этим сталкивались только в Чечне, но вот теперь она пришла в Башкортостан. Ну и власть, судя по всему, она боится распространения протестных настроений и по другим регионам, и акции протеста боится. Наверное, же с этим связано глушение соцсетей, телеграмма, ватсапа, сообщают из разных регионов, и Якутия, и Санкт-Петербург, и Новосибирск, и Москва. Поможет это им помешать протестной активности в регионах, как вы считаете? Да, не только соцсети. Они вообще глушат полностью мобильный интернет. Причем это и началось действительно еще в Башкортостане, потом присоединился Якутия, потом Калининградская область, куда ездил Путин, потом оттуда уже пошел по всему северо-западу, и Псковская область, и Ленинградская область, и Санкт-Петербург. И по большому счету, да, мы сейчас видим некую попытку, может быть, это тренировка по отключению мобильного интернета. И, возможно, таким образом они смотрят, как у них это работает, опасаясь будущих протестов. Потому что, тем не менее, насколько бы ни была вот это, эти выборы фейковыми, цирковыми, карнавальными, но, тем не менее, все равно есть история с Надеждином, которого сейчас мы увидим, зарегистрируют или нет. Я считаю, что его не зарегистрируют. Но вопрос, что будет дальше, те люди, которые подписывались за Надеждиной, которые точно знают, что они за него подписались, они будут как-то реагировать на его нерегистрацию? Начнется ли по этому поводу акции протеста? Вот вопрос. Поэтому, что называется, ситуация, вы совершенно правильно говорите, ситуация в России резко обостряется. Несмотря на то, что результат этих так называемых выборов понятен, предсказуем, тем не менее, любые выборы, это всегда политизация людей, и в сегодняшней России такая политизация тоже происходит. Ну, радует, что гасят они эти протестные настроения теми методами, которые только наоборот раздражают людей, да, и эти протестные настроения увеличивают и усиливают. Ну, по поводу Надежды, на что можно сказать? Сами Кремль сам создал себе проблему, сам сел в этот шпагат добровольно, пусть теперь выкручиваются, как знают, что делать, казалось бы, для них изначально техническим кандидатом, да, который неожиданно приобрел популярность на фоне того, что эта популярность ставится знак равно с ненавистью к Путину. Спасибо вам огромное, Ольга. Ольга Курносова, политический аналитик, российский оппозиционный политик, присоединялась к нашему эфиру. Спасибо. 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 Спасибо.